Кроме того, на заседание администрации сегодня были внесены изменения в бюджет текущего года. Поправки в доходную и расходную части на общую сумму 305 миллионов рублей представила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. Доходы бюджета Ненинского округа на 2017 год увеличились на 305 миллионов рублей. В том числе в казну поступили налоговые и неналоговые доходы на сумму чуть более 284,5 миллионов и безвозмездное поступление на общую сумму порядка 20,5 миллионов рублей. В том числе межбюджетные трансферты. Расходы окружного бюджета также увеличиваются на поступившую сумму. Средства распределили по различным направлениям. Так, например, на 50 миллионов рублей увеличились расходы Департамента финансов и экономики. В том числе 3 миллиона направлены на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание бизнеса. 4 миллиона на предоставление субсидий на модернизацию субъекта малого и среднего предпринимательства. На 20 миллионов рублей увеличен фонд микрозаймов унитарным некоммерческим организациям. В предоставлении субсидий по развитию системы гарантии поручительства мы увеличиваем гарантийный фонд на 20 миллионов. Имущественный извоз микрокредитной организации фонд поддержки 3 миллиона – это обучающее мероприятие для субъектов малого предпринимательства, которые будут проведены в рамках недели предпринимательства. Данные суммы увеличены после предыдущего предприятия, когда мы говорили о том, что нам поддержку имущества нужно увеличить. Я хочу сказать, что в этом году существенно снижена была поддержка из-за того, что у нас не было денег. Сейчас мы, в принципе, выходим на уровень прошлого года. Кроме того, 124 миллиона 751 тысячи рублей дополнительно выделено на достижение целевых показателей по уровню заработной платы отдельных категорий в сфере здравоохранения для выполнения майских указов президента. 22 миллиона 200 тысяч – на компенсационные социальные выплаты многодетным семьям, замен бесплатного предоставления участков для индивидуального жилищного строительства. Эти и многие другие поправки в расходную часть бюджета были утверждены. Кроме того, на заседании согласовали перераспределение средств, сэкономленных на строительстве скейт-парка спортивной школы труд в Нарьинмаре. Финансирование осуществлялось в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с компанией «Лукойл». Мероприятие реализовано. Осталось экономить порядка 2 миллионов рублей. В соответствии с предложением Департамента образования и спорта, средства предлагается оставить в учреждении и направить их на материально-техническое оснащение, сельских физкультурных клубов в поселке Красный, Нарьиноз, Оксино, Коткино, Нижняя Пёша. С компанией «Лукойл» изменение целевого назначения департамента согласовано. Таким образом, в ФОКе четырёх поселений Неницкого округа на сэкономленные средства закупят беговые дорожки, велотренажёры, спортивные мячи, гири, станки и проще спортивный инвентарь. Приняли на заседание администрации и ещё одну финансовую поправку. Фонд задействия реформирования ЖКХ вернул в бюджет Неницкого округа порядка 157 тысяч рублей. Возврат произошёл после того, как Управление федерального казначейства провело в отношении некоммерческой организации плановую проверку неиспользованных средств, полученных в качестве господдержки капитального ремонта. Управлением выявлены следующие нарушения, а именно принятые и оплаченные расходы по фактически невыполненным работам по капитальному ремонту общего имущества на квартиру и жилых домов. Сумма принятых и неоплаченных работ по факту и оплаченных работ по фактически невыполненным работам по капитальному ремонту общего имущества на квартиру и домов составила 157 тысяч 253 рубля 88 копеек. Средства в размере суммы невыполненных работ возвращены подрядчикам фронта реформирования ЖКХ. Временно исполняющий обязанности губернатора Неницкого округа Александр Цибульский в свою очередь назвал как минимум странной формулировку «принятые и оплаченные невыполненные работы» и попросил прокурора Неницкого округа Николая Егорова проанализировать возникшую ситуацию. Николай Николаевич, могу вас попросить по этому факту? Посмотрите, пожалуйста, как это мы оплачиваем невыполненные работы. Мне кажется, это немного выглядит странно. Надеюсь, не мне одному так кажется.